ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Золото одержали россияне. Триумфаторы объясняют, помогли родные стены и качественная организация турнира. Все на высшем уровне, все замечательно, хорошо. Нигде так не проводят соревнования, как в Красноярске. Это идеальная, наверное, организация по сравнению с своими стартами. Иностранные гости тоже охотно признавались. Эти соревнования стали для них особенными. Красота очень хорошая. Честно говоря, никогда раньше таких не встречал. Все весьма на хорошем, высоком уровне. Да, нам все очень понравилось. Мы в Красноярске находимся 7 дней и уже чувствуем себя как дома. Организация действительно на высоте. Я не смогу назвать ни одного минуса. И город мне лично очень понравился. Он отличается от европейских городов, в которых я бывал. И здесь интересно было посоревноваться. О безоговорочном успехе говорит и огромное число зрителей. Более 14 тысяч человек побывали на заездах. Среди них любители экстремального спорта со всей России. Ну и, конечно, преданные болельщики команд из других стран. Можно сказать, что сегодня весь основной сноубордический, фристайловый молодежный мир здесь. И вообще, в целом, это событие, по сути, позволило Красноярску стать молодежной спортивной столицей мира на эти дни. Конечно же, это далеко не последнее международное состязание в столице края. Уже осенью Красноярск примет один из этапов гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Подготовка в самом разгаре. Евгения Шелковникова, Максим Галат. Енисей новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!